В седьмой раз в поселении Совхоз имени Ленина при поддержке руководства местного сельхозпредприятия состоялся красочный, веселый, новогодний праздник для детворы. Попасть на него мог любой ребенок. Билеты, а их было подготовлено 650 штук, раздавали ребятишкам при входе. Такая практика существует в поселке не первый год, ведь на праздник хотят попасть все. Мы изначально говорили о том, что каждый пришедший ребенок получит билет, несмотря на то является жителем нашего поселения или не нашим жителем, или просто приехал в гости к бабушке, к дедушке. Находится у нас здесь в гостях каждый ребенок, здесь получает билет и возможность побывать на празднике. Среди традиционных карнавальных костюмов снегурочек, ковбоев, принцесс, зверушек и героев встречались и необычные. Костюм называется египетская царица. А откуда он у тебя? Кто придумал тебе образ? Мама. В этом году игровая часть программы проходила на двух площадках. С ребятами постарше играл Дед Мороз и клоуны, а малышей развлекали Снегурочка и ее команда. Мы с первым пойдем на трамп, одна, два, три, а потом пойдем на лево, два, три. После плясок, игр и хороводов всех пригласили в зрительный зал на новогодний спектакль. Постановку по мотивам сказки «Морозка» привез Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Эта сказка, наверное, уже в районе 10 лет. И мы каждый раз, мы всегда, в общем, она и для детей, и для взрослых, она всегда любима. Все! Не могу больше Машку видеть. Ой, доченька. Не хочу жить с ней в одной из них. А что делаешь ты, моя рыбонька? Ухожу! Как это? А ты выбирай. А что? Либо я, а либо вон она! Знакомый детям сюжет, любимые герои. Машенька, ее злая сестра, мачеха, несчастный отец. Встреча с Морозом Ивановичем меняет судьбу главной героини. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Тепло, Морозушка! Тепло, батюшка! Доброта и любовь девушки, все прощения делают невозможное. И мачеха, и сестрица меняются на глазах. Из сварливых, недовольных и злых превращаются в милых, приветливых людей. Главное – вовремя заметить в человеке хорошее. Мы же изначально люди, мы все добрые и совершенные. А вот у нас немножко жизнь так как-то по-разному. Но главное – вовремя извиниться, вовремя найти поддержку и вовремя, ну, иногда признаться в любви. Музыкальный, яркий, местами озорной спектакль пришелся зрителям по душе. Спектакль мне очень понравился, он был веселым. По традиции, по окончании праздника детям вручили сладкие подарки. Куда ж без них. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Видное ТВ.